У нас получается два блока детский садик с яснями и два блока. Это школа. Школа в три этажа, садик в два этажа, но по всем нормам. Строительство детского сада и начальность школы под одной крышей началось год назад. Тогда был составлен проект, проведена вся необходимая экспертиза. Весной прошлого года был заложен и фундамент. Грунты были обводненные. Мы отводили воду на глубине 7 метров отсюда, с этого района, чтобы повысили больность. Даже для существующих домов выше стало. Отвели эту воду, заложили фундамент. На сегодня готов ноль детского садика. В этом году активная работа по возведению стен, кровли и фасада начнется, как только растает снег, говорят строители. Значимость этого социального объекта для активно строящегося района очень велика. Доступность от детского сада до дальних домов должна быть в пределах 300 метров. Пешеходная доступность. Поэтому в центре этого района как раз расположили это довольно большое здание. Мы, например, запроектировали большой спортивный зал, большой актовый зал в школе, которыми могут пользоваться также и дети из детского сада. В детском саду, рассчитанном на 216 ребят, будет бассейн. Это дошкольное учреждение смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Здесь для них предусмотрели все. Вплоть до специальных лифтов с пожарозащищенным холлом. В случае пожара, что у нас есть незадымляемые комнаты, где дети могут, ожидая эвакуации, находиться там. Не только в группах. На двух этажах? На всех этажах, в каждой группе. И через каждую группу у нас специально сделаны открывающиеся окна, которые открываются снаружи. Проектная стоимость детского сада – 400 миллионов рублей. Столько же денег необходимо, чтобы построить школу. А в этой стороне спортивные площадки для школы. Для школьников. Для школы, да. Там футбольное поле, мини-футбол, теннисные корты. Достроить объект предприниматель рассчитывал через два года. Однако, получив статус масштабного инвестпроекта, работы могут завершить гораздо раньше. Планируем в 2020 году. Можем завершить на год раньше. Все будет зависеть от финансирования этого проекта. Если мы сейчас, как у нас же масштабный проект, есть еще один плюс – это мы можем получить кредит под 6,5%. Как показывает практика, эта мера государственной поддержки очень востребована в Камчатском крае. В зависимости от муниципального района и сферы деятельности инвестиционных проектов, есть такая сетка специальная в законе Камчатского края, которая устанавливает требования от 10 до 500 миллионов в зависимости, как я уже сказал, от сферы и места реализации проекта. Вот эти, то есть достаточно большой спектр инвестиционных проектов может получить эту меру поддержки, этот статус и, соответственно, получить земельный участок, необходимый для проекта, без торгов. Ультра-современный детский сад и начальность школы под одной крышей появятся в районе АЗС на улице Топорково. Буквально в 50 метрах от него частная компания планирует построить еще и гимназию на 400 человек. Там будут учиться дети с 4 по 11 классы. Лисина Латыпва, Матвей Проможин, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».